Доброе утро! Мы рады увидеть вас снова после продолжительных выходных. Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Оставайтесь с нами и сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Дорожные работы. Глава округа Андрей Иванов проверил выполнение ремонта в Звенигороде. Пляжный сезон. Как выбрать безопасное место для купания, расскажем в нашем сюжете. День социального работника. С профессиональным праздником сотрудников сферы поздравили в окружной администрации. Активное долголетие. Для участников клуба запустили новый туристический маршрут в Одинцовском округе. Безопасные каникулы. Сотрудники окружной госавтоинспекции провели инструктаж для ребят о правилах дорожного движения. 13 июня 1912 года в Москве открылся музей изящных искусств имени Александра Третьего. Сегодня это Пушкинский музей. Открытие приурочили к торжествам по случаю Столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года. Создателем и первым директором был Иван Цветаев, отец знаменитой поэтессы Марины Цветаевой. По количеству произведений зарубежного искусства сейчас это второе в России собрание. Уступает музей только Эрмитажу. Какими еще событиями запомнился этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. В этот день в 1895 году во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Проходили они с 11 по 13 июня по маршруту Париж-Бордо-Париж протяженностью около 1200 километров. Из 46 участников 29 использовали автомобили с бензиновыми двигателями, 15 с паровым и только два с электрическими. Победителем состязаний стал Эмиль Лавассор. Он без сменщика преодолел дистанцию на своей двухместной машине за 48 часов 47 минут со средней скоростью 24,5 километра в час. 13 июня 1825 года в Америке запатентовали безопасную булавку. Изобретателю нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Он подумал пару часов и сделал эскиз простенькой проволочной застежки. И тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов. Идея была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до этого. Подобные изделия использовали многие древние и средневековые народы, как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее на их смену пришли пуговицы. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали английскими. 13 июня отмечают День швейной машинки. Праздник неофициальный, но он связан с историей ее появления. Английский изобретатель в этот день в 1790 году получил патент на конструкцию первой швейной машинки. А еще сегодня День божьих коровок и Международный день распространения информации об альбинизме. В этот день родился актер театра и кино, народный артист России Сергей Маковецкий. В кино он дебютировал в 1983 году в фильме «Экипаж машины боевой». Сегодня фильмография актера насчитывает более 70 работ. Также сегодня день рождения актера Игоря Старыгина, актера и режиссера Александра Яцко. Ремонт дорожного полотна большими картами эффективнее локальных заплаток. Подрядчик уверяет, асфальтовое покрытие при таком нанесении держится дольше. Удобство метода уже давно оценили владельцы транспортных средств. Глава округа Андрей Иванов проверил выполнение работ в Звенигороде. В целом все дороги приведены в нормативное состояние. Ежедневно идет мониторинг состояния дорожного полотна. И при выявлении мы производим ямочный ремонт. В соответствии с условиями муниципального контракта, некачественное исполнение дорожных работ подлежит гарантийному ремонту в течение года. В таком случае его выполнят за счет подрядной организации. Укладка асфальта большими картами, которая широко применяется на территории округа, гарантирует высокое качество. Мы стараемся делать разрушение не минимальной площади, до одного квадратного метра или до двух, а стараемся делать карту как можно больше для удобства автомобилистов. Ну и соответственно и по технологии она будет лучше держаться, чем это будет какое-то локальное разрушение или заплатка 40 сантиметров на 40. Ямочный ремонт в Звенигороде проводится посредством использования малого катка массой от трех тонн. Сколько вот эта карта продержится? Интенсивность малая. Здесь малая интенсивность, это год на три точно хватит. На дорогах общего пользования в муниципалитете работает порядка семи бригад. На территории округа уже ликвидировали более 6800 ям. В том числе свыше 1800 на дорогах Звенигорода. Все ремонтные работы завершат до 31 июня. Елена Краева, телекомпания Одинцова. Наступление долгожданного лета неразрывно связано с пляжным сезоном. На что нужно обращать внимание при выборе мест для купания и как обезопасить себя, когда отдыхаете у воды, смотрите в нашем следующем сюжете. Ежегодный летний сезон в Подмосковье не только время беззаботного отдыха, но и повод для беспокойства, связанного с открытием пляжного сезона. Теме безопасности на водных объектах уделили особое внимание на еженедельном совещании главы муниципалитета. Очень важно, чтобы люди четко знали, где можно купаться, а где нет, и какие правила поведения на воде и на открытых водоемах. В Одинцовском округе два пляжа и 10 мест массового отдыха людей у воды. Гарантом того, что зона соответствует всем необходимым требованиям, является ее включение в перечень мест для купания на территории Одинцовского округа на предстоящий сезон. До того, как собственник территории, где оборудуется пляж, заявится на открытие, то есть на декларирование данного пляжа. То есть предварительно водная зона под покрытием воды должна быть обследована водолазами, взяты анализы воды, проверена допустимая скорость течения. Данные зоны отдыха оборудованы постом со спасателями и всем необходимым для оказания первой помощи на воде. Также должны быть обозначены границы акватории, в частности для купания детей. Для привлечения внимания посетителей организована громкоговорящая связь и размещены флагштоки с желтыми и красными флагами. Соблюдение правил станут контролировать мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники администрации, полицейские, инспекторы МЧС и волонтеры. А жителям округа следует избегать неорганизованных для купания мест. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Оказывается, Байконур, который в Казахстане, где находится знаменитый космодром, относится к Одинцовскому округу. Ольга, ты знала? Почему? Об этом я тебе сейчас расскажу. Байконур и Россия еще в 1994 году заключили договор аренды территории на 20 лет. Потом срок его действия продлили до 2050 года. Байконур имеет статус города федерального значения в России. Налоговая, полиция и всякие паспортные столы относятся к Московской области. Даже жители голосуют на выборах в Байконуре, как Одинцовский округ. Интересный факт, но давай перейдем к новостям региона. Согласна. Смотрите нашу следующую рубрику. Минэкономразвитие впервые опубликовало рейтинг регионов по эффективности МФЦ за 2022 год. Московская область вошла в группу с высокой эффективностью. Мониторинг был проведен по четырем направлениям. Доступность для заявителей получения государственных и муниципальных услуг, качество, клиентоцентричность и сервисность обслуживания. А также уровень внедрения цифровых технологий и применения в МФЦ новаторских решений, внедрения новых направлений обслуживания. В сеть МФЦ Подмосковья входит 125 офисов и 133 территориальных отделения. Еженедельно в них поступает более 130 тысяч разных обращений. С помощью мобильного приложения проверки Подмосковья в регионе контролируют содержание спортивных объектов. С начала года проведено уже более 100 тысяч проверок. Специалист управляющий компанией каждый день проводит осмотр и фотофиксацию объекта по чек-листу. Отслеживаются состояние освещения и ограждения, покрытие и инвентаря, качество уборки в местах общего пользования, содержание раздевалок, выявляются наличие мусора и посторонних предметов, фиксируется наличие QR-кода в спорт Подмосковья. Проверки также проводят на детских площадках, в социальных учреждениях, многоквартирных домах, парках, на стройплощадках и автовокзалах. Члены детских и юношеских сборных команд Подмосковья могут пройти обследование в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства Московской области. Спортсмены проходят диагностику и получают консультации 12 основных специалистов. При наличии медицинских показаний проводятся консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и иных врачей. По итогам диагностики оформляется заключение о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. С начала года обследования прошли более 4,5 тысяч юных спортсменов. 8 июня в России отметили День социального работника. Не остались равнодушны к этой дате и в нашем муниципалитете. С профессиональным праздником сотрудников данной сферы поздравили представители окружной администрации и творческие коллективы. Подробности у Екатерины Крамар. Команда серебряных волонтеров Одинцовского округа насчитывает уже 52 человека. Все они члены клуба «Активное долголетие». Уже не первый месяц они помогают в пунктах сбора гумпомощи, шьют балаклавы и маскировочные сети для участников спецоперации. Также они оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной. Помогаем им. То есть это и убраться, это и окна помыть. Это у нас уже как-то так само собой разумеющееся. К Пасхе раздаем куличи. В администрации муниципалитета с профессиональным праздником поздравили тех, кто первым принимает на себя проблемы людей и искренне старается им помочь. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» выразили слова благодарности всем социальным работникам округа. Мы видим вас довольными, счастливыми, готовыми прийти на помощь, как сказала Людмила Сергеевна, министр, 24 на 7. Низкий вам поклон от Совета депутатов, от всех депутатов Одинцовского городского округа. Люди, которые работают в этой сфере, они особенные, они неравнодушные, они понимают, близки к тем проблемам, которые испытывают часто наши люди, часто незащищенные, слабозащищенные слои населения, они понимают, о чем идет речь. Цветы, благодарственные письма и поздравления звучали со сцены в этот день для социальных работников. Кроме того, для гостей выступили творческие коллективы Одинцовского округа. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Оля, ты когда-нибудь задумывалась, что в метро станции объявляют либо мужским, либо женским голосом? К чему бы это? Есть какая-то закономерность? Есть, и она очень удивительная. Женский голос слышат пассажиры, которые едут против часовой стрелки, по кольцевой или из центра. А мужской наоборот, по часовой стрелке или в центр. Это придумало общество слепых еще в 1984 году для помощи людям, лишенным зрения. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. Бесплатная городская Wi-Fi-сеть появилась еще в 16 столичных спортивных учреждениях. Благодаря этому спортсмены могут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматривать видео с техникой выполнения упражнений или разбором игровых ситуаций, а родители продуктивно проводить время в ожидании ребенка с занятий. Для комфорта и удобства посетителей город и дальше продолжит развивать сеть бесплатного Wi-Fi в учреждениях спорта. Стали известны имена победителей второго сезона арт-проекта «Контуры культуры». Экспертное жюри отобрало 15 лучших эскизов. 8 из них украсят интерьеры культурных центров Москвы, а 7 – библиотек столицы. Конкурсанты предложили множество интересных концепций и прислали работы, выполненные в разных стилях и техниках, от графики до поп-арта. Для воплощения в жизнь своих работ авторы получат все необходимые материалы и гонорар. Спортного ДНХ. На сайте выставки открылся раздел о спортивных программах и площадках. На территории комплекса есть площадки для игры в мини-футбол, стритбол, волейбол и баскетбол, столы для настольного тенниса, шахматы шашек, теннисный корт и многое другое. Посетители могут заниматься более чем 20 видами спорта. Всю информацию о возможностях активного отдыха собрали в онлайн-проекте «Спорт на ВДНХ». Новый раздел открылся на официальном сайте выставки. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, и далее вы увидите. Активное долголетие для участников клуба запустили новый туристический маршрут в Одинцовском округе. Безопасные каникулы. Сотрудники окружной госавтоинспекции провели инструктаж для ребят о правилах дорожного движения. Новости онлайн о событиях округа, которые обсуждают в соцсетях, расскажем в нашей рубрике. В Одинцовском округе для участников клуба «Активное долголетие» запустили новый туристический маршрут. Культурно-досуговый центр имени Иосифа Кобзона в Успенском принял первых экскурсантов, которые приехали из Истры. Екатерина Крамер расскажет подробнее. Здесь мы видим книги. Книги, которые издавались на протяжении всего, всей его жизни. Не только книги, но и личные вещи, предметы одежды представлены на выставке в культурно-досуговом центре имени Кобзона. Участники клуба «Активное долголетие» приехали в Успенское из Истры, чтобы познакомиться с новым туристическим маршрутом, который открылся в округе. Он посвящен патриоту России, певцу Иосифу Кобзону. Детьми побыли. Нас встретили, нам показали кино о биографии Иосифа Кобзона. И мы пропели песни, его вспомнили. Культурный центр был выбран не случайно. Иосиф Давыдович жил в Одинцовском округе. Для старшего поколения провели экскурсию по выставке, показали кинофильм о жизни и творчестве исполнителя и подготовили небольшую концертную программу с фрагментами песен артиста. Программа нового туристического маршрута будет проходить все лето. Участников из активного долголетия здесь будут встречать по вторникам и знакомить с уникальной экспозицией. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. В Одинцовском парке «Малыш» прошло ежегодное мероприятие для детей – безопасные каникулы. Сотрудники госавтоинспекции провели инструктаж для ребят из детского лагеря «Солнечный» по правилам дорожного движения. Среди гостей была и наша съемочная группа. Безопасные каникулы – акция для самых юных участников дорожного движения. Ребята из детского лагеря «Солнечный» действующего на базе Одинцовского центра эстетического воспитания и на занятиях регулярно изучают правила поведения на дороге. У нас есть пятиминутки и перед занятиями мы стараемся им рассказать о каком-то знаке, о каких-то правилах дорожного движения. Это происходит в течение всего учебного года. В мероприятии, которое прошло в парке «Малыш», приняли участие 49 ребят. Для успешного прохождения всех этапов увлекательного квеста детям пришлось применить как умственные способности, так и спортивные навыки. Знание правил дорожного движения необходимо с самого раннего детства, отмечают госавтоинспекторы. К сожалению, не все родители даже знают эти правила дорожного движения или забывают. Поэтому хочу обратиться к родителям. В первую очередь, они должны быть помощниками детям и соблюдать сами правила дорожного движения и обучать детей своих. Потому что никто, кроме родителей, про правила дорожного движения так хорошо не расскажет, как именно взрослые. Сначала ребята поделились инспекторами своими начальными знаниями о правилах дорожного движения. Затем соревнования продолжились для команд. Первый тур состязаний назвали «Зебра». После эстафеты сотрудники госавтоинспекции провели небольшую экскурсию-инструктаж по парку и тест на знание дорожных знаков. Затем в формате игры дети смогли пройти квест и побывать в роли пешеходов, пассажиров и водителей. Это все зависело от везения, кому что быстрее будет. Мы запомнили главную дорогу, повороты, всякие развилки и разносторонние движения. Детям надо знать правила дорожного движения, чтобы наиболее безопасно переходить дороги и в будущем быть участниками большой дороги. В завершении всех участников мероприятия наградили почетными грамотами, но главное, как отмечают в госавтоинспекции, такие акции помогают сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Екатерина Крамор, Наталья Азарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Кто-то постарался и посчитал, чтобы увидеть полную коллекцию Эрмитажа, нужно туда ходить каждый день лет 20. Ого! При этом у каждого произведения искусства или артефакта задерживаться не больше одной минуты. В музее более трех миллионов экспонатов разных исторических периодов, начиная с Каменного века и заканчивая современной эпохой. По международным рейтингам он входит в десятку лучших музеев мира. А сейчас посмотрим рубрику «Новость России». Российские биологи впервые на территории заповедника Утриш в Анапе нашли гигантскую вечерницу, самую большую летучую мышь Европы. Размах ее крыльев 45 сантиметров, а вес 53 грамма. Так как особь внесена в Красную книгу, после осмотра и проведения необходимых замеров гигантскую вечерницу отпустят на волю. В Калининградской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. В мае в регионе выпало около 5,5% осадков от климатической нормы. Их отсутствие привело к гибели посевов и пожарной опасности в лесах региона. Купальный сезон в Центральной России можно будет открывать не раньше третьей декады июня. По словам синоптиков, купаться можно, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней держится на уровне плюс 20 градусов Цельсия. Но до 15 июня такого прогноза не ожидается. Поэтому об открытии купального сезона можно будет говорить не ранее двадцатых чисел июня. В Больших Веземах построят ресторан общественного питания «Вкусно и точка». Общая площадь нового здания составит более 300 квадратных метров. Его вместимость рассчитана на 61 гостя. Об этом сообщает Одинцова оперативно. Что еще обсуждает в соцсетях округа расскажем в нашей рубрике. Десять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Одинцовского округа. Девять снарядов 76-мм калибра были найдены в лесополосе расположенной в районе деревни Ляхово. И артиллерийский снаряд 100-мм калибра обнаружили в лесу недалеко от коттеджного поселка Бушарина-2. Об этом сообщает телеграм-канал Проокруг. Одинцовским школьникам устроили экскурсию в интерактивный павильон московского транспорта на Киевском вокзале. Там побывали ребята из школьных лагерей муниципалитета. Экскурсия на образовательно-развлекательную площадку помогла школьникам узнать интересные факты о работе и развитии системы московского транспорта. Об этом пишут в телеграм-канале Проокруг. Новый театральный проект стартует в Одинцовском округе 18 июня. В рамках открытого фестиваля современной драматургии «Читаем современников» любительские театральные коллективы смогут в формате актерской читки познакомиться с новыми пьесами. А Гильдия драматургов России поможет этим коллективам правильно наладить взаимодействие с авторами. Об этом сообщает телеграм-канал про отдых. Вы же когда-нибудь задумывались, что именно у вас лампочка во рту не застрянет? Экспериментировать не стоит. Мы сейчас расскажем, как это работает. Причина, по которой она не вынимается изо рта, это спазм. Когда мы широко открываем рот, мышцы максимально растягиваются. Когда лампочка находится внутри рта, она не дает челюсти сомкнуться до конца. Мышцы начинают сводить. Чтобы лампочку вытащить, по логике надо раскрыть. Рот чуть шире, но из-за спазма это сделать невозможно. Со временем эффект судороги только усиливается и мышцы зажимают ее все сильнее. Я тоже пробовать не буду. Давай лучше посмотрим новости мира. Давай. Житель Дании стал первым человеком, который посетил все страны без перелетов по воздуху. Правда, путешествие продлилось на 6 лет дольше, чем он предполагал. Чтобы отправиться в путь, мужчина уволился с работы в октябре 2013 года. Он планировал провести в каждой стране не больше недели и вернуться домой через 4 года. Из-за сложностей с визами и коронавируса турист закончил свой тур только в мае 2023 года. Он преодолел почти 360 тысяч километров на самых различных видах транспорта от автобусов и поездов до лодок и конной повозки. Ученые заметили, что от года к году сокращается количество блондинов. За полвека число обладателей светлых волос во всем мире сократилось с 49 до 14%. Немецкий антрополог объясняет это тем, что ген, который отвечает за окраску волос в светлые тона, всегда подавляется геном, который отвечает за темные волосы. То есть у блондинки и брюнета скорее всего родится ребенок с темным цветом волос. Рекордсменами по числу белокурых жителей считаются Финляндия, Швеция, Дания и Германия. В России они проживают в основном на севере. В республике Карелия, в Мурманской и Архангельской областях. Собака по кличке Зоуи из американского штата Луизиана попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ее язык почти в 13 сантиметров стал самым длинным в мире. Он на 3 сантиметра больше языка предыдущего рекордсмена, которого нашли всего 3 месяца назад. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 19-21, ночью около 12, ветер восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 46%, геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу, новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат. Вот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами были Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам продуктивной, короткой, рабочей недели. До новых встреч! До свидания!